шалом шалом приветствую всех у нас на повестке дня одиннадцатая браха из молитвы амида и на этот раз мы просим справедливых честных и богобоязвенных судей и правителей давайте посмотрим на текст этой брахи я читаю с самого начала будем разбирать говорится так השева шофтеину כבראשונה ויועציינו כבתחילה והסר ממנו יגון וענחה третья строчка ומלוח עלינו מהירה עתה השם לבדך וחסת וברחמים בצדק ובמשפט ברוך עתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט вот такая браха возникает сразу много вопросов что имеется ввиду шофтим ёоцим да в чем разница между бетхила баришона что такое ягон анаха и вообще почему ашему так важно правосудие он и так это любит много вопросов давайте по мере наших способностей давайте понять о чем идет речь вообще заметил что эта молитва найдет сразу после молитвы когда мы просили о возвращении вообще людей в израиль здесь уже начало ашива да видите текст молитвы первое слово ашива шофтину верни да ашива шофтину то есть для ашив нас была другая молитва ашивеину авину в тура сеха да верни верни нас мы тоже учили ашивейну авину ашива а тут просто ашива в конце гей эта форма часто используются нагилова не смеха в конце гей но по простому это значит мы просьба верни ашив кого верни шофтину кавершона в ее ацейну кивы тхила давайте попробуем это дело все перевести чтобы понять ну мы привыкли что шофтим это судьи да есть такая книга даже шофтим правильно книга шофтим его шоа потом шофтим и переводит книга судей здесь по всей видимости имеется что-то другое потом идут юа цим то надо разобраться о чем идет речь и но вообще важно понять что эта молитва найдется после молитвы о возвращении в израиль почему потому что после того как все собираются в израиле крайне необходимо чтобы было правосудие иначе получится ситуация что все прибыли добру хашем живем в израиле а суда нет получается нехорошо может привести плохим последствиям бур хашем сейчас уже в израиле люди все больше и больше приезжают да известно и и возникает потребность законодательном институте такого еще нету как сказать такого основного института заказина пока не существует видишь эта молитва на она очень актуальна и на наши дни и она была актуальна все это время пока пока евреи были в галуте и первым делом когда наконец наконец-то уже будет так сказать избавление и претель аунови передел что он сделает он сообщить на хорошие новости что я пришел да все будет хорошо и первое дело он посадит судей что был суд сангедрин который состоит из 23 или семидесят одного судей итак мы общая такая тема бархида что мы просим чтобы он вернулись честные праведные правители и судья понятно когда направит люди нечестные и суд он наоборот присуждает правому разные там пришивают разные дела и оправдывает виновных это может быть обидно до слез это неприятно но и такая реально существует те кто хотят это так немножко больше то это понять прочувствовать я вам могу сказать есть такая сценка есть такой юморист по фамилии хазанов по имени аркадий него есть такая сценка про работника вне средства внутренних дел он выходит там в форме с погонами и начинает объяснять почему процветает преступность это так он очень доходчиво с юмором объясняет но ситуация такова что да преступность растет иногда судья они не судят правильный суд у нас сказано в книге Мишлея уже это описывается такая ситуация по слуху книги Мишлея я вам зачитаю перевод с диким и смаха ам у бемешоль раша я анахам когда правит нечестивец злодей то народу тяжело народ страдает это понятно и поэтому просим нормальных судей и правителей теперь чтобы это понимание было полноценно этой молитвой чтобы мы поняли эту молитву правильно надо подчеркнуть что как обычно слава молит взяты из псуки и конкретно из пророка конкретно еще более конкретно из пророки Исайя и Шаяу в самом начале пророк Исайя он описывает то что будет происходить когда вернутся народ Израиля в Израиль и написано так с самого начала первая глава 26-й пасук видите, этот пасук он и является началом нашей брахи ва шива шуфтеха кеверишуна ве юаттеха кеветхила ну теперь давайте подумаем кто такие шуфтим кто такие юатсим значит сын Вильска Гаона он объясняет так он объясняет что юшуфтим это как Давид и Шламо а юатсим это как муше яарон то есть шуфтим они правители Давид шламо правители это не как мы привыкли думать что шуфтим это судьи и даже книги судей книги судей там тоже видно что эти судьи они не то что они судили народ они правили народом шуфтим тут имеется ввиду больше как правители а вот юатсим это именно те кто занимаются законом как муше и аарон да они законы постановляли закон соответственно истории и также судили так мы видим шуфтим это правители а юатсим это больше как судьи и дальше давайте посмотрим текст молитвы а шуфтим а шуфтим кеверишуна и юатсим кеверишуна есть разница между кеверишуна и кеверишуна но мы не будем усложняем нашу жизнь и то и то имеется ввиду да верни к нам судей и правители как были раньше в общем да и дальше сказано то есть связь такая что понятно что если судьи они нечестивые то народу будет невыносимо тяжело и обидно жизнь и поэтому мы просим чтобы судьи были да праведные и тогда у нас уйдет в ассир мемейну я гон в анах а ассир ассир это как были ассир убери да убери с нас мемейну от нас я гон в анах а два слова я гон в анах а ну вот допустим в переводе я читаю перевод написано печаль и стон я гон в анах а как бы ясно слова они как бы похожие да мысль одинаковый но слова то разные поэтому надо искать что между ними разница комментаторы объясняют так что разница между ягон в анах а так объясняется что есть два вида внутреннего такого состояния подавленного грусти такой внутренней тяжелой на сердце тяжелой душе один случай когда нет причин таких видных объективных для какого-то страдания просто человек опасается будущего не знаю что будет с ним да общая ситуация такая удручающая ему тяжело жить и да что то не то а вторая ситуация это скорее всего называется анаха да когда человек уже вздыхает уже не может это кажу на самом деле есть конкретные телесные трудности то есть телу тяжело да невыносимо тяжело жить на уровне физическом и это вызывает анаха вот это вот ягон в анаха два вида сложностей и обе эти сложности они могут вытекать из того что судья не да бог может присудить что-то не то что-то не полагается человек то что ему не полагается да и даже сослать его в какую-нибудь там ссылку где ему будет тяжело физически да то есть есть ущерб такой морально можно нанести а можно нанести ущерб конкретный в тюйме как так сказать да трудно жить здоровым образом жизни и дальше давайте продолжим дальше молитву разбирать млок халейну мегира ата ашем левадха да просьба такая млок как бы управляй царствуй над нами млок халейну мегира как можно быстрее ата ашем левадха ты сам ты один нами управляй тут конечно есть вопрос возникает только что мы просили что у нас были судьи и правители чтобы нами правили а теперь мы просим чтобы ашем сам только один он нами правил какая так сказать невязочка ну мы разберемся здесь в будущем дальше далее разберемся почему так написано пока мы просто идем как по словам млок халейну мегира ата ашем левадха я чувствую надо сначала начать молитву чтобы еще раз спросить по словам потому что я уверен что все было понятно я начинаю сначала ашива шофтэйну кеверишуна верни да шофтэйну это множественное число не один шофэт там есть юд их много шофтэйн наших судей кеверишуна кей это как 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 было изначально кеверишуна как прежде в ее оцену ее оцену по простому ее оцену то советники допустим в сидуре перевод советники советники кто такие советники мы сказали что по комментарию ребят сына милинского гаона это судьи да советники это судьи которые советуют как правильно жить и когда есть спор между судами они советуют как спорят разрешить судья я оцену написано киватхила ватхала это тоже в начало да и опять таки кого мы им ввиду в начале как мы сказали да и давид шломо и аарон и тогда когда у нас будут хорошие судьи честные богобоязненные у нас не будет ягон ванаха да такой вот печали грусти удрученности камня на сердце ва ассер мемейну убери с нас это мы просим ассер мемейну ягон ванаха и третья строчка у мулоха лейну правь над нами мейра как можно быстрее ата ашем левадха дальше идем дальше бхесед уварахамим бцедык увамишпат бхесед уварахамим хесед рахамим слова должны быть уже понятные бцедык увамишпат это опять таки эти слова это пасук пророк уши уши не уши а уши вторая глава двадцать первый пасук там написано бхесед уварахамим бцедык увамишпат те кто накладывают дефилин после того как мы завязываем дефилин на руке поставили дефилин на руку закрепили говорим браха в семь раз потом тут тоже завязываем и когда мы тут навязываем мы говорим этот пасук язык пророка уши бхесед уварахамим бцедык увамишпат мы как бы входим в союз с ашемом дальше 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 и дальше уже мы говорим о кончании барахи бараха Как понять Мелеху Гефц Дакал Мишпад? Два объяснения. Первое объяснение – царь, который любит справедливость и суд. Первое объяснение, что он любит сам творить суд и управлять по справедливости, давать каждому то, что ему положено. Второе объяснение – он любит, когда люди между собой честно себя ведут. Это называется он любит справедливость и праведный суд. Это то, что мы просим, чтобы у нас была нормальная, нормативная жизнь, чтобы общество могло функционировать нормально. Нам необходимы нормальные правители и нормальные судьи. Теперь, мы сказали левадха, помните, правед нам только ты сам, левадха. Что это исключает? Это не исключает судей праведных и это не исключает правителей. Это исключает примеси к правлению разных посторонних сил. Имеется в виду, например, Авода Зара. Кроме Авода Зара, то есть идолпоклонства. То есть, допустим, человек думает, что им управляет какой-то божок. Как пенек им управляет. Есть такие, так думают. Мы просим, чтобы этого не было, чтобы ты им управлял. Но кроме этого есть только понятие, как Авода Зара Башитув. Не просто Авода Зара, что поклоняются к дереву или камню. А есть Авода Зара Башитув, то есть, когда люди говорят, да, конечно, конечно, есть Бог, есть один монотеизм, есть. Но это не мешает, ведь с этим верят еще какие-то идеологии и быть идеалистом какой-то другой идеологии. Это тоже вид Авода Зара. Так мы просим, чтобы этого не было, чтобы было Ашем один, и он нам управлял, чтобы мы это ощущали, и чтобы мы поддавали себя, подчиняли себя управлению Ашема. И судили, и вели себя по Торе, чтобы законы были по Торе. Это то, что мы просим. Теперь в конце есть такие мелкие шрифты. Давайте посмотрим на слайд. В конце написано, строчка внизу, что Бе Ассер Тиме Чува, говорится по-другому. Ассер Тиме Чува, говорится Амелех Амешпад. То есть, говорится так в конце. Баруха Таа Шем. И вместо Мелех Охев Цедакава Амешпад говорится Амелех Амешпад. Амелех Амешпад. Тот, кто учил иврит немножко, сразу тут видит проблему. Что такое Амелех Амешпад? Мелех – это слово существительное, правильно? Мешпад тоже. Если это смехут, а это так выглядит, как будто это смехут, да? Мелех Амешпад – это как смехут. То тогда, вы помните, в наших прошлых уроках по ивриту, что Эй, Айди Я, конкретное, то, что конкретизирует, ставится только перед вторым словом. Бейт Хакнесет. Не Хабе Хабей Та Кнесет. Хабей Та Кнесет. То есть, Эй ставится только перед словом. То есть, должно было быть здесь Мелех Амешпад. Но, однако, написано Хамелех Амешпад. Как это понимать? Например, если мы говорим Амелех Акадош, то все нормально. Амелех Акадош. Почему? Потому что Акадош – это прилагательное. Мы говорим два раза Гей. Амелех Акадош. Когда есть связка с прилагательным, тогда есть Гей два раза. Когда связка у нас есть два существительных, то тогда Гей ставится только перед вторым словом. Да? Например, где мы это видели? Например, Симха Тахаг. Какой смехут. Симха – это слово существительное. Хаг тоже. Симха женского рода, поэтому добавляется ТАВ. Симхат Ха Хаг. Хей добавляется только перед вторым словом. Симхат Ха Хаг. Или вот у нас было Арба Конфот Ха Арец. Прошлая Браха, прошлый урок. Капцину Яхат Мегера. Мя Арба Конфот Ха Арец. Тоже. Канав. Конфот Ха Арец. Гей перед вторым словом. Понятно. Как понимать здесь такую формировку? Это вопрос серьезный. Он обсуждается в Масахид Брахот Тланут Бавли. ДАФЬЮДБЭТ АМУДБЭТ. И там несколько мнений приводится. Раша и так говорит, что да, написано АМЕЛЕХА МИШПАТ, но имеется в виду МЕЛЕХА МИШПАТ. То есть Гей, она как бы, первая Ге, она как бы лишняя. Она как бы лишняя. А смысл остается МЕЛЕХА МИШПАТ. Он говорит, что это не исключение. Такие случаи мы уже встречали. Например, в книге Иошуа. Иошуа первых Геймельт, третьи первых, по суке Далит. Там написано, такая формировка написано, ХА АРОН АБРИТ. Тоже очень странно. АРОН, слово АРОН и слово БРИТ. Вместе вспехут. Но два раза Гей. ХА АРОН АБРИТ. Непривычно. Но что поделать, написано в Танахе. ХА АРОН АБРИТ. Поэтому АМЕЛЕХА АМИШПАТ это тоже прокатит. Нормально. Так говорит Раши. Рабину Хананель, он говорит по-другому. Он говорит, надо добавить там слово между ними. Тогда получится так. АМЕЛЕХ АЙЮШЕВ АЛИМИШПАТ. Он говорит, как будто не хватает слова. Такое тоже встречается часто в Танахе. Что по сути, там кого-то слова не хватает. Нужно слово втиснуть. Такое тоже бывает. ГА АРОН АБРИТ. Имеется ввиду АМЕЛЕХ АЙЮШЕВ АЛИМИШПАТ. Я читаю тут перевод. Вот в этом седуре. Шефхе Гюлим. И тут написано так. В конце. АМЕЛЕХ АМИШПАТ. Нет, тут он это не переводит. Извиняюсь. Бог, царь, любящий. А, так имеется ввиду. Царь правосудия. И все. Царь правосудия. Царь правосудия. Не помогает нам этот период никак. Но Робин Ханель, он говорит, что это как будто как раши. По-простому. АМЕЛЕХ АМИШПАТ как раши. Царь правосудия. Робин Ханель утверждает, что нужно добавить АМЕЛЕХ АЙЮШЕВ АЛИМИШПАТ. Как бы царь. Он как бы ответственный за правосудие. Такие объяснения. Теперь. Если это не АСЕРТ ИМИЧУВА. Между Рошошана и Йом Кипур. Говорится АМЕЛЕХ АМИШПАТ. Почему это говорится в этот момент. Почему в этом. Давайте все отпустим на Браху. Обычно мы говорим такую формировку. МЕЛЕХ АГЭВ. ЦДАКА АМИШПАТ. Царь любит. Что? ЦДАКА АМИШПАТ. А СЕРТ ИМИЧУВА. Это дни Роскания. Там ЦДАКА не употребляется. Только МЕШПАТ. Это дни. Это дни суда. Когда идет суд. То больше подходит говорить о качестве Бога. Как он ШОФЭТ. МЕШПАТ. И меньше подходит говорить о качестве ЦДАК. То есть в этот момент. В это время. В этот период. Доминирует качество МЕШПАТ. А не качество ЦДАКА. Есть те, кто объясняют, что АМИЛЕХ АМИШПАТ. Это еще такое более сильное объяснение. Что сам МЕЛЕХ, он и есть МЕШПАТ. АМИЛЕХ АМИШПАТ. Это как бы одно и то же. АМИЛЕХ АМИШПАТ. Так вот есть комментарий Робина Мануах. Бет Йосеф это все приводит. В Элахе он все это приводит. Что АМИЛЕХ АМИШПАТ. Это сам МЕЛЕХ, он и сам МЕШПАТ. Такое объяснение. Ну, вот на это, пожалуй, можем остановиться. И теперь давайте еще раз вернемся к нашему вопросу. Мы встретили в Элахе понятие МАЛЬХУТАШЕМ. Мы просили, чтобы АМИШПАТ. И вместе с этим мы просили, чтобы АМИШПАТ нам управляли судьи и правители праведные. Как вместе это можно совместить и утрясти, что АМИШПАТ нам правит ЛЕВАДО. ЛЕВАДО. ТОКООН. А до этого мы просили, чтобы было много разных ШУФТИМ и ЙОАЦИМ. Ну, по-простому, конечно, надо сказать, что имеется в виду, что эти ШУФТИМ и ЙОАЦИМ, правители наши и судьи, они посланники Творца. Они правят так, как хочет он. Это то, что имеется в виду. И на самом деле такие судьи есть, такие правители есть. Барухашем, их называют РБАНИМ, РАВИНЫ. Более высокий статус – это ДАЯНИМ. Когда есть более сложные вопросы, это уже ДАЯНИМ. И есть понятие главопоколения или РЕБИС, РЕБИС, который управляет сразу многими людьми. И он решает проблемы, он постановляет разные... РЕБИС, как будет ТАКАНОН, ТАКАНОН, если слово ТАКАНОН, да? Вы не знаете, как сказать? Уставы, да, разные уставы. То есть, Барухашем такие люди есть, которые являются посланниками Ашем и Львадо. Они для этого чувствуют себя так и знать, конечно же, что хочет Ашем. Это написано в Торе. То есть, инструкция есть, как судить. Такие люди есть. Но если они есть, то вопрос возвращается, почему мы просим, чтобы они вернулись. Если они уже вернулись, то чего мы просим? Ситуация была речь немножко абсурдная. Мы живем в мире абсурдном немножко. Или даже сильно абсурдном. Ситуация такая, что люди такие есть. Судьи есть. И на самом деле, вот я говорю про наше время, да? И так было всегда. В наше время, кто хочет пойти на суд, у кого есть какой-то спор, да? Споров хватает между людьми на почве финансовой в основном. Или в семье. Или преступность. То есть выбор, куда пойти. Или пойти в суд, где правят судьи, да и они еврейские ученые раввины, мудрецы. Или пойти в суд другой, где правят не раввины, а правят по законам нееврейские. И что интересно, хотя есть суды, которые правят, да, справедливо и честно, и они богобоязненные, но люди, как бы, я не знаю, по привычке, непонятно почему, даже в Израиле идут в суда другие. В этом весь парадокс, да? Если бы споры, и надо будет пойти к суде, то есть возможность, не только в Израиле, тоже за границей, есть возможность пойти в суд, который ведет себя по справедливости. И люди там богобоязненные на самом деле. Если я это говорю по опыту, а не просто так теорию. Смотрите, есть книги Дворим, написан такой пасук. Книга Дворим, пасук Кав. Эпер Кав, пасук Ютет. Дворим Кав, Ютет. Написано, Лё Ташхит Эт Эца. Там объясняется, что когда люди идут на войну, есть деревья, осады осажают город, хорошо, война, понятно, но дерево тут ни при чем, дерево не трогайте. Не уничтожайте дерево. И книга Зоор объясняет так. Эца, он объясняет так. Маза Эца. Эца это дерево. И вот Ташхит Эт Эца. Дерево Ио. Наверное, имеется в город. Эца. Такой комментарий. Эц Нефиша Хаим. Объясняет Зоор, книга Зоор. Эта Талмид Хахам. Который подобен дереву жизни. Который дает плоды свои. Сладкие плоды. Дерево и жизни дает плоды в жизни. Таких мудрецов надо хранить или леять. Льот Ташхит Эт Эца. Не уничтожать таких мудрецов. А наоборот, как дерево, мы за нем заботимся, чтобы оно давало плоды. Потому что они вручают нас дельными советами. Эти Йо Ацим. Эти Йо Ацим. Эти Шуфтим. Просто есть похоже. Эц Йо Эц. В этом смысл. Игра слов такая. Это не игра. Это Драш. Эц Йо Эц. То есть Шуфет. Это Талмит Хахам. И на самом деле, когда возникают какие-то вопросы. Не просто суд, а просто вопрос даже у человека одного. Вопрос самим с собой, какие-то жизненные проблемы. То, что куда идем к психологу. Сколько стоит психолог хороший? Ну или адвокат хороший? Очень дорого. А с психолога это здрасте отвяжешься. Здрасте он про его не решит. Так вместо этого есть возможность пойти к Талмит Хахам. И с ним проконсультироваться. И получить правильный, дельный совет. Еще раз идем на Браху. Еще раз Браха. Одиннадцатая Браха. Дин. Давайте посмотрим на нее. И смотрите. Есть тут много-много слов. Много-много букв. Но вы тут не найдете одной буквы. Тут нет буквы Зайн. Видите? Ищите, ищите. Я не нашел. Буквы Зайн здесь нет. Буква Зайн. Седьмая, буква алфавита, она оттутствует. И, конечно, это не случайно. Если она оттутствует, то это значит, что она кричит. Я не здесь. Посмотрите, меня здесь нет. О чем она хочет нам сказать, намекнуть? Зайн это семь. Семь. Что у нас есть семь? У нас было семь пастырей народа Израиля. Семь. Авраамец, как Яков. Юсеф, Муше. Давид, Шлому. Вот эти наши юацим и шофтим, которых мы просим, чтобы вернулись люди, подобные им. Их семь. Тогда будет Бэй Дин. А у Бэй Дин есть семь видов наказаний. Не будем их сейчас перечитать, чтобы не пугать никого. Но есть семь видов наказаний. То есть, видите, это барха О-Дин. Она связана с цифрой семь. Есть еще разные семерки. Но мы на этом остановимся. Еще несколько вещей. Если есть кошерные судьи, если такие судьи есть, а они есть, то туда есть барха во всем мире. И вообще есть мир во всем мире. И поэтому это очень важная барха. И важно, когда мы молимся ее, на самом деле, хотеть и просить, чтобы как было бы можно, как больше, чтобы было правильных судей, как можно меньше было судей неправильных. И тогда это принесет барху во весь мир. Есть такое правило. Когда есть Дин внизу, нету Дин наверху. Что имеется в виду? Правило, которое мы знаем, что весь мир устроен как нижние миры, есть верхние миры. И они параллельны. Они похожи как зеркало, как отражение. Если мы делаем суд в нижних мирах, то тут все нормально. То наверху нам Дин не делают. Дин это что-то нехорошее, Дин это что-то такое жесткое. Дин это что-то жесткое. Но если здесь адреналомусия, то что называется, нет суда. Каждый делает все, что хочет. Тогда приходите сверху, он у нас делает Дин. И Дин это он более жесткий. Поэтому выгоднее сделать самим правосудие, а не ждать пока с нами сделают Дин сверху. И каждый из нас, он своего рода судья, судья, судит других. Давайте судьи будем правильно и справедливо. И следующая браха, она связана с этой брахой. И она нам объяснит, почему же все-таки есть такая ситуация, что, к сожалению, есть шуфтим, юацим, да и ним не очень хороший. Всех благ, до новых встреч.